МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рада видеть всех знакомых, рада познакомиться с теми, кого не знала. Очень интересно мы завершаем, сказано уже очень много. В Украине хочу сказать, что пока мы с вами обсуждаем все эти моменты, нашим коллегам будет интересно, наш замечательный парламент принял конституционным большинством законопроект о страховании медиков. Ну, все, наверное, понимают, что это в некоторой степени популизм, потому что, ну, да, проблема коронавируса, она есть, но она у нас превратилась в политическую, и я буду согласна с Дмитрием Фищенко, она осенью не будет актуальна с точки зрения политики, потому что то, что делают наши политики в рамках коронавируса, абсолютно не воспринимается людьми внизу. Опять же, он правильно сказал, маски да, будем носить, а в парк пойдем. И, собственно говоря, мы наблюдаем это сейчас у нас на территориях. Это близко к моей теме, потому что это как раз показывает то самое социальное дистанцирование элит наших политических, а в Украине прошла децентрализация, это тема, о которой я говорю уже не первый год, ну, с начала этой истории, она мне близка достаточно, я занимаюсь региональной политикой. Что сейчас происходит? Учитывая децентрализацию, мы имеем некие точки сосредоточения уже какой-то власти, то есть спустя там вот три года уже децентрализации, ну, глобальная такая, неначальная, уже когда люди почувствовали, что такое принять бюджет, что такое его нет, что такое власть, не захотят ее отдавать, мы уже можем называть это какой-то властью такой в себе. Значит, с приходом к власти монобольшинства в виде слуг народа у нас случилось следующее. У нас рухнула вертикаль власти сверху донизу абсолютно. И учитывая... У нас там придет, будет посмущаться, что ты там что-нибудь трогаешь. Выключила эту дочку? Учитывая, что, собственно говоря, карательная... Ужасная. Она очень громко говорит, и неинтересна. Карательная история... Карательная история в нашем государстве тоже претерпела изменения в связи с реформой нашей замечательной полиции. То контролирующей роли государства и карательной роли государства как таковой тоже сейчас очень немного, несмотря на то, что говорят, что у Лакова достаточно сильная история. Это подтверждает то, что губернаторы сейчас абсолютно не в состоянии договориться со своими регионами. Находится и в том числе дефицит кадровый, и новые люди, они сейчас находятся в очень крепкой и короткой сцепке с региональной элитой на местах. И в связи с этим идут некие процессы, которые, ну, не позволяют, допустим, вертикали государства исполнять свои, так сказать, прямые действия. Поэтому региональные элиты очень сильно дистанцируются. Люди на местах, в общем-то, заняты своими личными проектами. То есть, если сейчас говорить о ближайших местных выборах, то попытка нашей замечательной власти так или иначе провести вивисекцию закона о выборах, которые они сами же приняли, говорит о том, что они не понимают, что делать. Потому что рейтинг падает, естественное падение рейтинга, падение рейтинга из-за, ну, непрофессионализма, из-за невозможности выстроить вертикаль, из-за того, что на местах нет представителей той же власти. Люди начинают заниматься собственными проектами. То есть, они перестают верить в глобальную политическую силу и договариваются на местах. Так, договариваются на местах все со всеми, потому что регионы у нас достаточно разные. Если говорить о Юго-Востоке, это одна история. Если говорить о Западе, это вторая история. Если говорить о Центре, третья. А если говорить об Одессе, это вообще четвертая. Да? Ну, вот, примерно. А Киев, это, ну, совсем государство в государство. Поэтому сейчас все договариваются со всеми. Вакуум, ну, четко очень обнажила эта история. Вакуум власти на местах, вакуум власти, вакуум принятия решений. И самое главное, вакуум гарантии. Мы видим, что сейчас может, ну, никому не секрет, что сейчас слабый губернатор, идут согласования, согласования идут, человеку что-то гарантируют, на следующий день там уже другой человек. То есть, очень разные группы влияния, даже в рамках одной политической силы на местах, они очень серьезно сказываются на рейтингах в регионе. Да? В Запорожской области это очень хорошо чувствуется, там, где я живу. Но это чувствуется во всех областях. Попытка, попытка сделать сейчас партию мэров, она замечательная, но мне представляется сложно достаточно реализовать ее на все государственном уровне. Это, скорее всего, будет представляться как государственный проект, но реализовываться все-таки будет он в Одессе, в Харькове, в Киеве, в Днепре. Попытка будет реализовать его в Запорожье. Но вы поймите, мэры, как и на коне будут на фоне вот коронавируса, они точно так же будут и в минусе, потому что на самом деле самое страшное, что мы поимеем от вот этой истории с коронавирусом, это упадок экономики. И мы уже видим страшные дефициты местных бюджетов, а учитывая, что местные бюджеты принимали правильные, но все равно популистские решения по приостановке уплаты единого налога, государство приняло приостановку уплаты ЕСВ на время карантина, и вот мы в апреле месяце там выйдем, вышли уже, а в мае выйдем с большим дефицитом, плюс ко всему хорошему деньги со всех капов сняли и переправили, извините, на строительство, вернее на медицину, которая до сих пор до них не дошла, эти деньги где-то аккумулируются, получают проценты, извините, и это же все аукнется. Я вас прошу, пожалуйста, я вас прошу, в минуточку уложитесь, пожалуйста. Все, укладываюсь. Значит, тогда я еще хочу сказать, то есть по социальному дистанцированию элит, я надеюсь, я постаралась донести мысли, потому что много еще примеров, по инфицированному избирательной кампании. Для меня очень понятно, что кампания будет, мы будем гоняться, если коротко, без всего того, что слышали мои коллеги до того, мы будем гоняться за избирателями, мы будем такими ловцами за избирателями, как за привидениями, потому что все равно изменится менталитет, ментальность, психология, люди будут бояться эти общественные места, люди будут бояться контактировать, нам нужно будет изобретать, как этого избирателя заманить раз, а в условиях того, что сейчас нужно будет убедить, вы же понимаете, мы за новое уже проголосовали у нас в Украине, да, старого, откат к старому, ну может быть, ну хотя тоже, какой-то еще новый проект, очень сложно, и будет очень много желающих, если сейчас они не примут 5% проходной барьеры, уже явно раз заявил Зеленский, что это невозможно, не примут, но если еще что-нибудь не придумать, то все мелкие партии побегут, а избирателя у нас будет очень мало, и осенью нам еще устроят на фоне общей заболеваемости ГРВ еще один карантин, в виде которого явка вообще рухнет, и желание людей вообще общаться, а самое страшное, что я вижу, что люди разочарованы своим прошлым выбором, да, они очень возлагали большие надежды на эту силу, и президент еще не теряет, а сама сила очень сильно теряет, потому что ее как таковой нет, она не представлена на территориях, абсолютно. Продолжение следует...